Алло, это Морх? Да, минут через пятнадцать подъедьте, возможно, человеку сейчас будет плохо. Спасти его уже невозможно. И не очень-то и нужно. А! 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 Понял? Я щас кому-то в лицо плюну. Всем пока. Хорошего дня, удачный вечер, обалдежного ряда поправки. Всем удачи, счастья, поближе. Приветствую всех, дорогие друзья. Раз уж пошла такая пьянка, то поговорим и о ИС-4М. Этот танк довольно интересный. В своё время был мощным, а потом резко, как только начали появляться танки, способные его пробивать и унижать, скатился в довольно неиграбельное состояние. Так как недавно мы разбирали ИС-3, то не затронуть ИС-4М было бы кощунством. Это очень красивая машина. Мастодонт советский, тяжёлый танк уходящей эры. И, на самом деле, есть в нём интересные моменты и стороны. Всё сильно зависит от того, на какой боевой рейтинг вы попали. Но скажу сразу, что ИС-3 играется даже лучше, чем ИС-4. Ну, это ни для кого точнее не открытие, очевидно. Но, тем не менее, несмотря на все улучшения с точки зрения конструкции, ИС-4, обладая всего на одну ступень боевого рейтинга выше, сразу же становится куда менее играбельным. Даже несмотря на все свои ТТХ. Ну, а теперь давайте потихонечку приступать к обзору. Но прежде чем начну рассказывать про аппарат, напомню вам про то, что у Ютуба есть определённые алгоритмы ранжирования видео. Буду вам очень благодарен, если вы это видео поддержите. Нажатием на кнопку лайк, подписку на канал, оформите, ну и прочие действия, которые называются блогерской чепухой. Вам не сложно, а для меня это очень приятно. Благодарю вас за внимание, спасибо за понимание. Продолжаем. Начнём, точнее, с орудия. Тут долго останавливаться не буду от ИС-3, отличий нулевые. Но просто для тех, кто на этот ролик забрёл случайно, поясню. Это 122-мм пушка Д-25Т. Она начинает своё шествие ещё с боевого рейтинга чуть ли не 5,3. На том боевом рейтинге этот деструктор, советский мастодонт, действительно способен ваншотить, пробивать и так далее. Но на нашем боевом рейтинге 7,7, а он у нас именно такой, Данное орудие уже является рудиментарным. На ИС-3 с ним играть тяжеловато, на ИС-4М очень сложно. Поскольку время перезарядки всё сильнее начинает влиять на тип нашего поведения и геймплея, а урон никак не перевешивает все остальные минусы, которые содержатся в данном типе боеприпаса и орудия. Итак, основной тип снарядов у нас БР-471Д. Стоковый ИС-4М это натуральная боль. Поскольку на боевом рейтинге 7,7 вы не можете пробивать там тяжёлые танки боевого рейтинга 6,7. Когда вы докачаетесь до этого боеприпаса на третьем ранге прокачки модулей БР-471Д, то шансы появятся. Пробиваем мы 230 мм брони в упор и 200 мм брони на километре. Это далеко не так много, как может показаться. Потому что все наши противники практически уже на кумулятивных боеприпасах, а некоторые на боевом рейтинге 8,7 оснащены ломами. Воевать именно с этим боевым рейтингом больнее всего. Моё мнение по ИС-4М сегодня, возможно, не будет таким критически засирательным, потому что мне везло банально. Я не так часто играл с 8,7 или просто не пересекался с этими танками. Но я, когда пересекался с ними, чувствовал просто очень большие муки ада. И вы также это ощутите, особенно если будете играть не на топовой технике. ИС-4М будет отвратительно себя чувствовать в таких боях. Ну а если далее. Урон хороший, не буду повторяться про количество взрывчатки и то, что это никак не коррелирует с реальным положением дел на том, как работает боеприпас. Тем не менее, урон хороший, практически всегда это ваншоты. Часто серьёзные повреждения, даже если не ваншот. Изредка бывают снаряды растворяются во врагах, но это исключение. Баллистика. Нормальная, терпимая. 800 метров в секунду скорость полёта этого каморного боеприпаса. И для этих боевых рейтингов никого уже не удивишь. Особенно, если играем, опять же, с более высоким БРом, где у всех уже скорость полёта снаряда по 1000 и выше метров в секунду. Лазерганом ИС-4М на этом боевом рейтинге не назовёшь. Перезарядка супердолгая. На экспертном экипаже 22 секунды. Это очень долго, если сравнивать с нашими основными противниками, которые перезаряжаются в среднем 7,1 секунду. Это Л-7 орудия и им подобные. От 5 до 10 секунд, короче, перезарядка у наших противников в среднем на нашем боевом рейтинге. И они выстрелят 2-3 раза за время нашей одной перезарядки. При этом урон нам нанесут не менее разрушительный. Помимо прочего, естественно, у нас и остальные характеристики с наведением связаны не очень. Вертикальные углы наведения всего лишь от минус 3 градусов до 19 наверх. А это, сами понимаете, совсем не камильфо. Такими углами пользоваться крайне неудобно. И во многих случаях приходится полностью выезжать из-за холмов, чтобы куда-то выстрелить. При этом, если вы промажете, не забывайте, что у вас ждет огромная перезарядка. И на дистанции танк воюет не очень уверенно. Так еще и к этому добавляются сложности с наведением. Также скорость поворота башни совсем никудышная. 9,5 градусов в секунду. Учитывая, что все наши противники практически поворачивают свою голову более чем с 20 градусами в секунду. Еще и оснащены уже практически все стабилизаторами, которого у нас нет, разумеется. И дикая раскачка. Все это дает нам крайне неэффективный по своему вооружению танк на своем боевом рейтинге. Да, урон это, пожалуй, единственное, что присутствует у ИС-4М. Однако, во всем остальном, что касается наведения на противника и времени перезарядки, он крайне плох. А это становится слишком актуально, поскольку практически все наши противники могут этим козырять в той или иной степени. А это болезненно. Теоретически ИС-4М должен был понтоваться броней. Но если смотреть на нее, то вы поймете, что брони-то тут как таковой и нет. Давайте возьмем самый лайтовый вариант, когда нам повезло. Мы попали на боевой рейтинг 6,7 и встретили какой-нибудь, предположим, Королевский Тигр. И вот этот Королевский Тигр пытается нас пробить. Получается, это у него не то чтобы хорошо в дистанции 500 метров, но и здесь есть вполне неплохие шансы. Если завесить этот танк кустами, то шансов на выживание больше. Но здесь беда практически такая же, как у ИС-3, только еще хуже. Несмотря на более толстое бронирование в остальных частях танка и вроде бы неплохие возможности по ромбованию. Тем не менее, у танка все еще остается возможность закинуть под башню. А это самая сложная, вообще не контрящаяся история. То есть нам просто вкидывают в погон, толщина которого крайне невелика, и ее пробивают даже танки БРом ниже. То есть там 170 миллиметров брони. Это подвластно практически любому танку. При этом, если это каморник Королевского Тигра, который вообще нам как бы не конкурент, то это будет ваншот, который расселяет весь экипаж в башне. Также помимо этого, если мы стоим к противнику ровно лбом, то нам могут спокойно закинуть в купюроприемник, где около 200 миллиметров брони. Это выведет из строя механика водителя и вполне имеет шансы взорвать нам боеукладку. А может быть и повредить наводчика. Также можно получить еще и в крышу башни, если сильно не повезет. Тут есть приподнятая такая история переходная пластина, куда вполне закидывают каморные боеприпасы. Мотайте на ус, если чуть выше СА-4, то туда вполне можно закинуть и повредить казенник. Или взорвать экипаж, если повезет. Так-то в теории, конечно, борта защищены неплохо. Нижняя часть 160 миллиметровая, но и туда могут закинуть под уже такими углами, где С-4, казалось бы, ромбует. А количество взрывчатки внутри самого танка, то есть пороховых зарядах, не даст никаких шансов. Ну а теперь перейдем к реальным противникам нашим. Например, Леопард-1 на кумулятивах. Ну, допустим. Он нас пробивает в лоб куда угодно практически, как угодно. Изредка может произойти какой-то рикошет или не пробил. Но это далеко не самые главные спутники этого танка. Просто пробивает нас в ВЛД, делает минус пару членов экипажа. С-4 может выжить при этом, конечно. Но зачастую вам просто, скорее всего, взорвут боеукладку, когда вы будете пытаться ромбовать, потому что ее здесь огромное количество. Ну и самый какой-нибудь печальный случай, когда вы попадаете с техникой 6-го ранга против, ну, предположим, какого-нибудь тама на ломах. И он спокойно также будет прошивать нас просто уже в лоб корпуса, образуя огромное количество осколков и убивая. Прошивая насквозь, обездвиживая, с двух выстрелов отправляя танк этот в ангар. Короче, неприятная история. Даже несмотря на то, что броня башни вполне может что-то танковать, здесь ситуация хуже, чем у ИС-3. Куда больше щеки, в которые нас могут пробивать серьезные боеприпасы типа кумулятивов, самих кумулятивов и ломов куда больше, и при этом есть еще уязвимое место на крыше для каморников, и не только для каморников, из-за которого будет крайне неприятно и больно. А самое главное, что выживаемость ИС-4, наверное, еще хуже, чем у ИС-3, потому что все пространство — это боеукладка. И четыре члена экипажа, трое из которых в башне и один в корпусе. В общем, мы уязвимы для любого боевого рейтинга, если знать, куда стрелять. И пробить этот танк, например, под башню — это самое легкое, что вы можете сделать. Также он принимает и в крышу башни, и в купюроприемник. Принимает в борта, когда рампует кумулятивами в пороховые заряды. Так что живучесть и защищенность этого танка есть только на бумаге. Если бы у него был боевой рейтинг 7,3, он бы действительно неплохо себя чувствовал. Но у него 7,7, и он часто воюет на этом БРе и выше, где его брони не существует. А напоминаю, его орудие — одно из худших, наверное, на этом боевом рейтинге. Оно очень долго перезаряжается, имеет не самые лучшие баллистические показатели и крайне медленно наводится. Подвижность тоже оставляет желать лучшего. 750 лошадиных сил на 60 тонн. Это порядка 12 лошадей на тонну, но танк не чувствуется хоть каким-то динамичным. Да, максималка 43 км в час. Да, даже назад мы отъезжаем со скоростью 10,5 км в час. Но ИС-3 казался мне более бодрым. В целом, я думаю, примерно одно и то же. Опять же, ромбовать от каких-то укрытий пытаться вполне можно. Но шансы на это ниже, поскольку на этих БРах в ромб кумулятивами нас будут куда чаще и ломами пробивать. И не стоит забывать о том, что любая наша броня, опять же, хороша до умного противника, который закинет в погон. И неважно, ромбовал ты или не ромбовал. По итогу, это не самый подвижный танк с далеко не самой хорошей пушкой на этом боевом рейтинге. ИД-25Т уже здесь устарело, и, на мой взгляд, ИС-6 на боевом рейтинге 7,3 будет чувствовать себя в разы лучше, чем ИС-4М даже на 7,7. Ну, то есть, если поставить 7,7 ИС-6, банально за счет скорости перезарядки, которую ИС-4, ну, очень хромает. И стрелять чаще, конечно, бы хотелось. Стоит ли скидывать ИС-4 на 7,3? Вопрос спорный, откровенно говоря. Да, даже там он будет попадать с леопардами регулярно и от них умирать. Но самое-то страшное, это для него БР-8,7, с которым у него действительно никаких шансов. У тех поголовно стабилизаторы, хорошая подвижность и скорострельные орудия, которые пробивают нас в силуэт. У нас нет ничего из этого. Если с БР-6,7 вполне можно потягаться. Да, у нас есть уязвимые места, но мы все еще против них хорошо защищены. То с кумулятивщиками и ломами никак. Вы очень часто слышали это за время обзора, но меня действительно беспокоит эта тенденция. Поэтому ИС-4 это очень красивый, конечно, но рудимент, которого потаскала жизнь. Сейчас его качать не имеет никакого смысла абсолютно. На ИС-3 может быть хоть как-то весело, когда вы попадаете на 6,3. А вот на ИС-4М я бы не сказал. Потому что попасть на 6,7 практически нереально, учитывая, что мы будем куда чаще воевать на нашем популярном 7,7. На этом на сегодня буду заканчивать видео. Пишите, что вы думаете по поводу данного аппарата в комментариях. И какие танки еще бы хотели видеть на обзоре. На этом на сегодня все. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok